Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов. В сегодняшнем видео мы будем разбирать тему топливных шлангов. При каждом вопросе, когда вы спрашиваете, у меня не заводится там, у меня не заводится вот так вот, у меня глохнет, у меня плохо работает на холостых, у меня то, у меня сё, касаемо запуска либо устойчивой работы, во всех абсолютно случаев, кроме того, чтобы задать вопрос, какие коды ошибок показывает ваша система диагностики, либо какие ещё симптомы у вас есть, я прежде всего спрашиваю, есть ли воздух в системе. И в большинстве случаев, ребята, вы не можете сказать, есть он у вас или нет. Почему? Потому что стоят обычные непрозрачные шланги. Читая в группе ВКонтакте каждый мой подобный ответ про есть воздух в системе или нет, стоят шланги или нет, группа умников, которые меня, в кавычках, поддерживают и не упускают случая похейтить, ребята, вам спасибо за каждую вашу активность, потому что Ютубу плевать плюсы или минусы. Вы, главное, побольше пишите комментов, и всё будет хорошо. Несмотря на все ухмылки и усмешки, именно эти шланги помогают любому автовладельцу, любого абсолютно автомобиля, неважно, причём дизельный он или бензиновый, но для дизельного это в первую очередь важно, продиагностировать состояние топливной системы подачи топлива в подкачивающий насос. Есть там воздух или нет. И если он есть, прозрачные шланги позволяют выяснить, это до фильтра или после фильтра, это по линии обратки или это по линии термоклапана, то есть в каком именно месте воздушит систему. Так вот сейчас мы едем в гараж разбираться с этими прозрачными шлангами, а попутно я вам расскажу, чем плох привычный вам бочонок с трубочками, на что его лучше заменить, а также сделаю несколько анонсов по будущим роликам, касаемо топливной системы. Поехали! Главной причиной плохого запуска и неустойчивой работы дизельного двигателя являются завоздушивание топливного тракта перед насосом высокого давления. Конечно же, при условии, что все остальные параметры двигателя в норме, виновником является в большинстве случаев топливный фильтр, а точнее его термоклапан, который практически всегда пропускает воздух. И уже потом неплотно зажатые хомуты или даже трещины в шлангах. Но вы никогда не определите, где же именно прорывается воздух в систему подачи топлива, если шланги не прозрачны. Давайте разбираться, какие же шланги вам подойдут. На линию подачи топлива берите шланг с внутренним диаметром 10 мм. На линию обратки 8 мм. Армирование не обязательно, так как на этом участке линии подачи топлива давление отсутствует. Применяются обычные шланги ПВХ, при этом цвет значения не имеют. Конечно же, не забываем обязательно новые хомуты на каждую точку соединения. Отдельно подчеркну, что линию обратки необходимо пустить не через фильтр, через термоклапан, а напрямую в бак. Какие же плюсы вы получите от того, что обратку пустите напрямую в бак, смотрите в моих следующих видео. Поэтому не забудьте подписаться на канал. А особенно рекомендую посмотреть это видео тем, кто полагает, что если обратку пустить напрямую в бак, то ваш топливный фильтр замерзнет. Итак, друзья, замена шлангов на прозрачную у вас займет буквально 5 минут и 300 рублей затрат. Но пользу принесет большую. Вы сами сможете контролировать подсосы воздуха перед ТНВД. И не позволите лишний раз развести вас на деньги в СТО. Так как они очень хорошо знакомы с этой проблемой дизельных двигателей. И смешную неисправность устраняют за бешеные деньги, вешая лапшу автовладельцам. Теперь рассмотрим подробнее привычные всем закрытые фильтры с термоклапаном. Чем они плохи и почему стоит перейти на фильтр со сменой картриджа. Цена за вот такой вот оригинал от Ниссана от 2500 рублей и выше. При этом в нем не гарантированная и не проверенная степень фильтрации. Постоянные завоздушивания клапана проблемы с грушей, с ее клапаном и сливом топлива в бак. И как следствие плохим запускам и устойчивой работы двигателя. Выход элементарный. Заменить на вот такой вот фильтр с лягушкой от Дэри Стайл. А кто не готов тратить время на поиски по авторазборам, можно приобрести вот такой вот Китай за 1000 рублей. В котором нет ничего лишнего, там чистый функционал. Ссылка внизу в описании на приобретение этой лягушки. Плюсы такого фильтра это в отсутствии подсосов воздуха и в дешевизне картриджей. Цена на оригинальные расходники под такую систему 700-800 рублей. И что самое интересное, появляется возможность использовать фильтры тонкой очистки с высокой степенью фильтрации до 2 микрон. Малей КСИ-189. И стоит он всего лишь от 1200 рублей. Но и это еще не все. В эти сменные картриджи есть возможность скручивать проточные подогреватели топлива. Зачем он нужен и как его правильно подключать, смотрите в моем следующем видео. А пока это видео не вышло, вы можете пройти по ссылке в описании и приобрести себе его под запас. И быть готовым к просмотру того самого видео, в котором мы вместе с вами сделаем монтаж этого подогревателя. Кстати, скоро на моем канале выйдет видео про доработку обратной топливной магистрали. В нем я удалю кое-что лишнее и кое-что добавлю. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить что-то важное. И не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok